Привет всем, с вами гид Павел Перец. Быстренькое, кратенькое про здание, которое находится у меня за спиной. Пять фактов, кому-то известных, кому-то совершенно неизвестных, но сначала небольшое интро. Дело в том, что изначально на этом месте стоял деревянный дворец, который был построен по проекту архитектора Растрели. И, собственно, там Павел Первый родился. Отсюда знаменитая фраза, что я хочу умереть там, где я и родился. Он построил свой замок, как много замков вы вообще знаете, которые находятся в центре Петербурга. И перед ним он установил вот этот памятник. Очень часто самым первым памятником Петербурга называют памятник на Сенатской площади, медный всадник. Но на самом деле, и я даже слышал это в одной замечательной передаче, которую я смотрел в интернете, но она была снята для Первого канала, Искатели называются. Но на самом деле самый первый памятник он перед вами. И это, помимо всего прочего, это борьба копирайтов, потому что на постаменте Медного всадника была написана довольно короткая фраза Петру Первому и Екатерина Вторая в двух вариантах, на русском и на латинском. Павел Первый во всем хотел, так сказать, победить свою матушку. И даже здесь он умудрился сделать еще более короткий слоган. Дело в том, что там все восторгались лаконичностью и гениальностью этой фразы, этой надписи. Здесь написано просто прадеду правнук. В два раза короче. Ну что, гений сейчас бы, может быть, зарабатывал огромные деньги в сфере написания рекламных текстов. Ха-ха, шутка за 300. Но сейчас мы с вами перейдем, собственно, к теме нашего выпуска. Топ-5 фактов, которые выбрал для вас я. Факт первый. Дело в том, что при постройке этого дворца, этого замка, естественно, был использован массовый труд рабочих. И это первый случай в истории Российской империи, когда для них была сооружена больница. Например, когда при матушке Павла I облицовывали набережные реки Фонтанки, то рабочие, взмотившись условиями труда и всего остального, пошли, собственно, выбрали некую делегацию, отправили ее к матушке. Ну, в общем-то, их там же приняли на дворцовой площади и потом распорядились выпороть. Вот Павел I был первым во многих отношениях, кто заботился и о таких вещах. Соответственно, ему мы можем сказать спасибо хотя бы за это. После смерти, как вы знаете, историю пишут победители, поэтому, как в случае с убийством Петра III, который в наших глазах какой-то абсолютный фрик, ну, полный такой идиот совершенный. Вот и с Павла I тоже пытались сделать такового. У него были, конечно, свои задвиги, но не в таком масштабе, не в такой мере, как ему это дело приписывали. Факт второй. Дело в том, что император очень торопился с постройкой данного здания, он знал о судьбе своего папочки, он боялся заговоров, ему там много чего мерещилось. И ведь технология-то была обкатана веками. Сначала строился фундамент, он выдерживался, потом стены, затем дом просушивался специально в течение, там, как минимум двух месяцев. И только потом в него въезжали. И здесь въехали сразу же. Во время первого балла все было, вот знаете, в тумане такой, самый настоящий триллер. И один из сыновей, Павла I, будущий император Николай, писал, что для того, чтобы победить сырость, они, наивные люди, клали хлеб на подоконнике, чтобы он эту сырость в себя вбирал. Ну, то есть где-то жрать было нечего, они здесь хлебом, сыростью борются. Но понятное дело, что это было слону дробина, что мертвому припарка, ничего не помогало. И поэтому, когда Павла I убили, отсюда выехали все моментально, просто. И здесь мы переходим к факту номер три. Долгое время не знали, что делать с этим помещением. И это то, что даже меня убило. Я это вычитал в книге госпожи Кальницкой. Она сейчас директор ГМЗ ФСИЯ-Петергов. Я у нее даже делал интервью пару раз. А когда-то она работала директором музея инженерного замка. Сейчас это филиал русского музея, если вы вдруг не в курсе. Так вот, у нее в книге написано, что одно время это здание принадлежало, то есть оно было перепрофилировано в молельный дом для магометян. Переводя на русский, это была мечеть. Это особенно иронично, учитывая то, что Павел I был главой мальтийского ордена, то есть тот, который изначально вообще-то типа боролся с неверными. Хотя вот когда организовывали пажеский корпус из десяти законов мальтийского ордена, один был вычеркнут, как раз вот этот вот. Ты будешь бороться с неверными. Но тем не менее, да, то есть была действительно необходима мечеть не для тех, кто у нас сейчас в первую очередь приходит на ум, а в основном для татар. В Питере было много татар. Они занимали разные должности, хотел сказать, они славились в разных областях. Самые две главные были, это они были прекрасные дворники и их очень ценили как официантов. Вот я всегда во время своих экскурсий рассказываю про роман Льва Николаевича Толстого, Анны Каренина, где там татарчонок прислуживает героям, когда Стива Облонский, соответственно, в ресторан приходит. Это был факт номер три. Факт номер четыре заключается в том, что, ну, этот факт известен, что здесь учился Федор Михайлович Достоевский, он приехал сюда из, он был москвич, как и Александр Сергеевич Пушкин, он приехал сюда поступать вместе со своим старшим братом. Старший брат был здоров, Феденька был не очень здоров. Так вот старшего брата комиссовали, ему пришлось отправиться на территорию нынешней Прибалтики и там учиться. Для Феденьки это была трагедия, Феденька здесь остался. Ему здесь было тяжко. Здесь, собственно, родился один из глаголов русского языка «стушевался», потому что Федор Михайлович писал в своих, собственно, записках, что им нужно было, ну, это инженерное училище, здесь было организовано инженерное училище, отсюда второе название замка «Инженерный замок», да, то есть он у нас Михайловский в честь Архангела Михаила и инженерный. Так вот, в этом инженерном училище, естественно, рисовалось огромное, конечно, количество чертежей на тему всяких фортификаций и прочего. И нужно было этот чертеж стушевать грамотно. И вот, соответственно, он стушевался, это сначала было такое аргу у студентов, а потом, собственно, оно перекочевало, этот глагол перекочевал в русский язык. И однажды Федор Михайлович, ну, тогда Федор просто отправился на доклад великому князю Михаилу Павловичу, это был последний младший сын Павла Первого, он занимал должность фельдцейхмейстера, то есть он был главой сия артиллерии. И что-то Феденька там что-то запнулся, не то сказал, и Михаил Павлович в сердцах воскликнул, вот пошлют же таких дураков, сказал он про будущее, мать вашу, солнце русской литературы, да, потому что солнце русской поэзии к тому моменту, к сожалению, уже почило в Бозе. Ну и здесь, конечно, Федор Михайлович испытал массу неприятных минут, он сидел, любил сидеть в библиотеке, она находится на противоположной стороне, она смотрит угловой такой, угловая комната, она смотрит одним флангом на фонтанку, другим на мойку. И по выходе отсюда он постарался моментально забыть военное прошлое и стать литератором, ну, а все, что касается дальнейшего, это уже другая история. Наконец, факт номер пять. Именно здесь проходила выставка величайшего художника современности Сильвестра Сталлонны. Вы не ослышались, друзья мои, действительно, Рокки, Рэмбо, Кобра, он еще и прекрасный живописец, ну, такой абстрактной живописи, я думаю, может быть, я тоже на старости лет возьму в руки кисть и начну баловаться с красками, может, глядишь и тоже где-нибудь там в подвальчике инженерного замка меня выставят. Это правда. У него была выставка в России и вот его картины экспонировались именно здесь. Это очень большая ирония, я, в принципе, об этом уже говорил в одном из своих самых-самых старых выпусков России «Чужой взгляд», который заключается в том, что когда-то Сильвестра Сталлонны снимался в замечательных фильмах «Рэмбо-2» и «Рэмбо-3», где русские, советские воины показаны, ну, мягко говоря, не очень в красивом свете. Проходит пара десятков лет и вуаля, художник в музее, не последним, на самом деле, выставляется. Вот удивительный мой народ, надо сказать. Ну, собственно, речь в данном случае не об этом. Вот это то, что я хотел вам сегодня, конкретно я хотел вам сегодня рассказать, потому что понятно, что и об этом памятнике, и об этом здании, и о Павле Первом, и всем, что здесь происходило после, можно рассказывать еще очень долго, но не буду задерживать ваше внимание. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, приходите на экскурсии, если кому интересно, следите за анонсами мероприятий, увидимся оффлайн и онлайн. С вами был гид Павел Перес, пока!